Ты не так давно в одном интервью обещал, что съешь Астралис. Ты сделаешь это до матча или после? Во время. Это переоцененная вещь. Мы ее выбрасываем. Да. Теперь, когда у Na'Vi есть бумаж, фраза «Navi-дави» приобретает новый смысл. «Navi-сожри» вот так было. Всем привет. Канал WePlay открывает новую серию подкастов «Под куст». И сегодня у нас в гостях самый громкий трансфер в КС этого года. Все, кто говорят, что хорошего человека должно быть много, правы. Сегодня у нас в гостях очень, очень, очень хороший человек. Кирилл Михайлов. Бумыч. Лучшее приобретение Na'Vi в этом сезоне. Привет, Кирилл. Привет. Как твои дела? Раннее утро. Очень тяжело. Очень, очень тяжело. У тебя такой интересный никнейм. Бумыч. Или, как еще говорят некомпетентные комментаторы, Бумбл-фор. Вот скажи, как тебе такая вот идея пришла вообще? Бумыч. Это как-то отличается от других никнеймов? Ну, я понимал, что это забавный никнейм. Когда он уже появился, скажем так, и появился он, когда играл в Лол еще до КС. И меня там друг назвал так, потому что я был там токсико-игроком, который горел часто. А, ты будешь просто назвать. Ну, детство такое было. И тебе именно вот назвали Бумыч, да? Я знаю, что тебя не хотели, тебе хотели поменять никнейм. Ты не подходил с таким никнеймом, да, в киберспорте? Не то, что не подходил, точно, когда я пришел в Винстрайк и был, по-моему, лондонский мажор, мне сказали, что сложно сделать нам форму, чтобы без капса был написан твой никнейм на футболке. Потому что у меня И из Б английской и Л, как бы капсула не смотрится не как И, так что были непределены проблемы. А кто тебе сказал это? Как никнейм этого человека? Ну, это организация просто сказала. А, это организация? Да, но я уже как бы сказал, что это как бренд личный, и стикер уже в игре из первого мажора, так что ничего менять не буду. Я вот что обратил внимание, ты очень позитивный человек, у тебя такая большая самоирония к самому себе. Вот скажи, это легко дается, или это что-то ты прячешь внутри? Может быть, ты это как кончишь? Не, ну, понятное дело, что каждый человек что-то прячет там, да, за, скажем так, за внешний вообще, за внешним поведением, да. Но вообще, честно, это от души, то есть мне, в принципе, нравится тем, чем я занимаюсь, я всегда реально там на позитиве, и в команде даже я был там раньше капитаном в Винстрайке, и мне всегда поддерживалось, ну, приходилось поддерживать мораль вообще в команде. И мне это нравится тоже, доставляет удовольствие, и я чувствую, что все хорошо. Ну, я вот, например, вижу, что тебя очень часто как бы над тобой шутят по поводу твоего веса, по поводу твоих внешних данных, там, Зевс тот же в своих инстаграм-видосах. Вот скажи, вот где проходит эта грань? На самом деле у меня нет никакой грани там, то есть, ну, это шутки просто про внешний вид человека, это как бы, не знаю, я это не воспринимаю всерьез, да, ну, то есть, каждый у нас просто как бы личность, и главное, что там внутри, да, какой человек в принципе, а как выглядеть, это понимаешь, это все можно изменить легко, можно как бы и поправиться, если захочешь, можно и похудеть, если захочешь. Ну, естественно. Так что сейчас это как бы все смешно, рофлы, видосики, но забавный контент. Ну, не знаю, я вот, например, держу в курс в сторону поправиться, не знаю, как кто, мне нравится именно этот курс, но ты уже, я знаю, держишь курс в другую сторону, тебя уже очень сильно заставляет заниматься физическими упражнениями, да, на буткемпе. Да, есть такое, начал там в зал ходить, за питанием следить, я вот, честно, даже не помню, что за последние два дня я там съел, потому что там питаюсь только, скажем так, в обед, а потом уже даже нет времени, там положено, скажем так. Понятно, слушать, ну, если тебя там вдруг держат насильно и пытают, то ты мигни мне два раза, я сейчас все пойму. Нет? Все для себя, все для себя. Это очень круто. Я бы хотел вначале поговорить о твоем приходе в киберспорт. Вот как ты раньше играл в лол, ты играл в Counter-Strike 1.6, да, что еще, что еще ты пробовал? Какой-то, может быть, другой вид киберспорта? Косынка, может быть, я не знаю, три варианта. Я пробовал, если про шутеры брать, да, связанные, ну, со стрелялками, это был Point Blank, вот, но, честно, я говорю, я тогда был очень маленьким, то есть там мне было, ну, 14-15 лет, и я вообще не понимал, что такое киберспорт, что есть такое понятие, да, там, профессиональные игроки, примерно, когда я купил CS GO, там, ну, то есть это было летом, то есть просто с друзьями, там, по фану ММ поиграть, и, знаешь, я где-то играл около года, ради интереса, там, апнул Global, думал, что я вообще базе этой игры, нет никого лучше вообще, потом смотрю, какие-то трансляции про игроки, сидят на турнирах, ездят, и в какой-то момент просто сказал себе, что я могу не хуже, и, скажем так, поставил себе цель, добиваться всего потихоньку, и начал работать, скажем так. Ну, ну, у тебя это получилось, судя по последним данным, судя по твоему трансферу, ты все-таки батя, все-таки ты этого звания достиг, почему ты вот в итоге остановился на шутере, потому что, ну, я почему спрашиваю, потому что ты, ты большой, да, вот ты в очках, ты создаешь такую видимость угрозы, мне кажется, тебе нравится убивать, именно поэтому шутер ты взял? Не, ну, убивать, на самом деле, всем нравится там в CS GO, потому что, все хайлайты, которые там делают люди, ну, то есть, шутер это очень прикольно, при этом CS GO это вообще, ну, точнее, CS версия и CS, это легендарные игры, да, то есть, 1 из 6, Source, там, очень много чемпионтов, а почему именно остановился на CS, ну, скорее всего, потому что здесь лучше всего получалось, да, ну, то есть, у меня неплохо получалось в лоле, там, я добивался каких-то успехов, но никак не мог себе найти команду, но знаю, что, с парнями, которыми я играл, они сейчас, допустим, там некоторые есть, но просто они в лоле играют, которые, но я пошел в CS GO, мне здесь начало получаться, нравилось, и, при том, что, как бы, это, скажем так, играет даже детство, потому что дядя мой, он показал мне, что такое CS 1 на 6, и это такая, знаешь, как вторая любовь с детства. А дядя у тебя профессиональный был? Нет, он тоже просто там, играл, скажем так, ради себя, ради веселья с друзьями. Ну, сейчас он, наверное, гордится. Да, реально, то есть, даже не встречался с ним, вот буквально около двух недель назад или трех недель назад. Вообще, очень круто с ним пообщались, ему все интересно вообще, в каких странах я побывал, там, да, какие, что за трансферы, что за команды. То есть, он не говорит так с тобой, ну, молодец, нет, так зависти нет, он очень, он очень реально гордится, скажем так, и доволен. Это очень круто, это очень круто, что ты подходил, такое направление. Скажи, как ты думаешь, чего не хватает вообще шутера от Вальва? Ну, скажем так, в кейсе есть определенные меты на про-левеле, и разработчики игр, они делают обновления, там, ссылаясь, скажем так, на комментарии, там, в твитре, допустим, игроков, там, как пофиксить АУК, многие писали, да, вот они вам его пофиксили, да, но они особо не понимают профессиональным контрастрайк, и реально, как нужно фиксить, что именно нужно фиксить, что добавить, да, но за последнее время, там, реально, было несколько крутых обновлений, то есть, там, с экономикой новой, да, сделали то, что там видно, ее не нужно считать, там, в уме, да, сидеть, не хватает, я считаю, вот, чаще обновлений, да, и чтобы был какой-то человек, который там следит именно за просцены, и следил, что там сейчас в мете, что можно пофиксить, что можно наоборот добавить. И вот какое твое любимое оружие в игре, ну, кроме аппетита? МП-9. МП-9? Угу. Это хороший выбор. Почему? За что он тебе так нравится? Вот и раньше было очень много хайлайтов на трене в верх-низе МП-9, и многие там комментаторы на турнире говорили, что это оружие, скажем так, скорострельное в упоре, но у меня и на дальних, на дальних расстояниях, скажем так, АИМ хороший, то есть я убила в голову, и мне, в принципе, нравится, потому что это оружие подвижное, я люблю двигаться по карте, и, в принципе, демошь у него нормальный, ну, то есть, просто такой ганн, скажем так, который мне нравится. Ну, это, короче, вот то самое коронное оружие, да, вот? Ну, такое, да. Рядом можно ставить бум, а чем П-9, да? Ну, да, да. Но есть, конечно, много разных оружий, я пытаюсь там со всеми играть, то есть и дробовик скорострельный 2-2, там, калаш, АЛП, то есть пытаюсь так универсально подходить, но если говорить именно про любимое, вот, наверное, то топовое самое П-9 для меня. Скажи, за что ты любишь КСГО? В первую очередь эмоции, и, наверное, это, смотри, это... Давай три тезиса, вот давай, три тезиса. Давай, смотри, это получается и работа, и хобби, и приключения, потому что ты путешествуешь по странам, ты получаешь кайф, да, от эмоций на турнирах, и, в принципе, ты общаешься с людьми. А я такой человек, который, скажем так, нуждаюсь даже, да, в сообщении с людьми, и чем больше там знакомств, тем лучше, то есть такой социальный человек, и для меня это все очень интересно, то есть я там езжу на страны, с некоторыми командами знакомлюсь, то есть при этом там смотрю достопримечательности, и при этом это приносит какой-то мне доход, за который я могу жить, помогать родителям, то есть это реально идеально. Это идеально, да, родители, наверное, никогда не поймут, да, вот в таком виде бизнеса. Ну, это... Конечно, да. Это сложно для них. Родители, ты вообще как, ну, принимают это уже? Ну, изначально, как и все, наверное, да, они не принимали, но до того, как я вышел на свой первый минор в Румынию, там, да, слетал реально в заграницу, они вообще поняли, что это что-то стоящее, потому что если уже там оплатили, скажем так, билеты на самолеты, ты уже полетел в другую страну, то это уже что-то уже, возможно, нормальное, да. И постепенно, наверное, там, мы вышли на чемпионат мира, там, в Америку, мы там слетали на ВЭСК отборочные, в Барселону, и вот именно вот такой был, скажем так, три месяца поездок, то есть там сначала мы сделали визу, потом поехали в Румынию, там еще Испания была, в Америку, потом на Мажоры, как-то все, знаешь, родители подхватывали потихонечку, еще и успешный чемпионат мира прошел, там 8, там плакат показываю, который сделали там бумажь зрители, они говорят, да ты что, там сколько народу, смотри, ну иначе как-то к этому близо относиться, уже подтягиваться, смотреть там, да. Ты говоришь, родители видели, как плакат фанаты показали тебе, да, бумажь, там два сердечка, вне 100 букв О, и ты, я заметил, отреагировал, да, на этот плакат, ты сделал стикер или? Да, сделал стикер, на последнем мейнджере с двумя сердечками, и потом, те ребята, которые сделали этот плакат, они создали пост на реддите, что бумажь сделал стикер, как мы ему сделали плакат, это был топ-1 пост реддит, по-моему, буквально, дня три или два, висел в топе. Мне на самом деле не страшно, я реально очень люблю лан-турниры, считаю, что я лан-игрок, в первую очередь, а не онлайн, потому что, вот, реально на лане я чувствую, вот эту силу такую, знаешь, когда вот все сидят, все одна цель, всех разная сила у меня, даешь раунды, показываешь, комментаторы, то есть, это все вот, ну, просто шоу, которое нравится людям, да, и ты в этом участвуешь. То есть, ты шоумен, это все интересно, конечно, развлекать людей, как бы, то же самое, как ты сказал, я фидбэк там дал про стикер, ну, то есть, хочется сделать людям приятное, да, всегда ответить, точно, я сейчас там не закрываю особо личку, у меня там висит всегда 300 сообщений ВКонтакте, я реально там пытаюсь найти там два часа в своем игровом дне, тренировке у нас в буткемпе, и там кому-то ответить, да, или посмотреть, там кто-то пишет там привет, просто там тоже пытаюсь ему ответить, там как-то привет, честно, мне просто, как я уже говорил, интересно общение с людьми. Ты очень отзывчивый и добрый, приятный человек, я вообще бы очень хотел, чтобы так все и оставалось, я надеюсь, ты так все и оставишь. Конечно. Это очень круто. У меня ничего не сломит, я буду таким, каким я есть всегда. Переходим к самой важной и интересной новости, переход твой в Na'Vi. Скажи, вот, какой вот у тебя первый турнир, он будет самый важный, да, вот сейчас в Киоле у тебя пройдет первый турнир с Na'Vi, у тебя вообще, я заменил, никогда нет каких-то сомнений в хорошем исходе. Ты постоянно в любых интервью говоришь о том, что мы порвем, я съем. Вот, откуда в тебе такая уверенность? Почему ты думаешь, что сразу произойдет какое-то вот такое чудо? Ну, не то, что чудо. Ну, не то, что чудо. конечно важный турнир для меня, потому что это первый мой турнир, все его хотят выиграть, потому что, во-первых, там все топ-команды, там сейчас и Liquid, и Astralis, и Ence, да, и со многими, мне там самому интересно сыграть. В принципе, турнир, я думаю, это все исходит от хорошего настроения, то есть ты приходишь с этим настроением, и ты готов рвать, да, вот от всего это все. реально хочется приехать на турнир и хорошо выставить, потому что мы не зря работаем, и я считаю, что этот труд должен как-то окупаться. Сделай прогноз на этот турнир, что ты думаешь, какие карты будете играть, как ты думаешь? Это будет зависеть от соперников, потому что у нас есть готовые семь карт, скорее всего, одну мы там играть не будем, так как решили, что не хватило времени, к сожалению, подготовиться, и при этом нам это просто невыгодно, играть эту карту, там, с другими командами, если мы расцениваем себя как фаворитов, да, опять же, у нас цель на этот турнир сыграть как можно больше игр и набрать форму к мажору. Ну, понятное дело, сыграть как можно больше игр, это как бы идти к финалу, то есть это два в одном, знаешь, мы хотим победить турниры, потому что тут все, топ-коллективы, есть Астралис и Ликвид и Энси, там, у кого-то личные счеты, опять же, вот, допустим, у меня огромное желание выиграть Энси, потому что на последнем мажоре они на счете 2-1 нас не пропустили, мы там после этого на 2-2 проиграли, потом они еще обыграли Нави в полуфинале того же мажора, и, знаешь, то есть, обидные поражения были, что и для Нави, что и тогда для Винстрайка, и, знаешь, видишь эту команду, и поиграл сейчас на праках, на самом деле, все, хочется, чтобы так было на официальной игре и с ними видеться, сейчас наш первый соперник Моу Спорс, потом могут быть по сетке Ликвид, но, опять же, первый матч это Бестов 1, я считаю, что в этой системе проведения турнира вообще там две верхние сетки очень важна первая игра, потому что, опять же, выигрываешь ты первую игру, следующая игра у тебя Бестов 3, за выход в плей-офф, четвертьфинал, да, а если ты ее еще выиграл две игры, то у тебя, скажем так, уже есть плей-офф, но ты еще и можешь сразу побороться за полуфинал, то есть, если ты выиграл три игры сетки, ты сразу в полуфинале, такая система, система интересная, да, но первый матч, я считаю, очень решает. Ну, вот этот вот первый матч, это вообще правильная система, потому что, ну, команда может быть всякая, ну, и первый матч можно слить по совершенно независимым от тебя причинам, иногда, ну, то есть, все-таки одного матча может быть недостаточно для входа вообще в такой турнир, ну, как ты думаешь? Как сказать, я думаю, если команда готова побеждать, да, то ей без разницы, вообще, один или три, ну, да, тем более, команда Na'Vi, они же в прошлом году выиграли, ребята без меня этот турнир и первой игрой они проиграли 16-14 G2 по-моему. И с нижней сетки прошли спокойно, по четвертьфиналу, полуфиналу выиграли турнир, то есть, опять же говорю, что команда, которая уверена в себе, ей без разницы, в какой системе проводится турнир, да, они готовы побеждать, у них, кроме там, карты, на которые они зайдут и вещи, которые не разобраны, нет, все, они готовы, им без разницы, с кем они играют, когда, сколько карт, какое у кого преимущество, да. Ну, представим такую ситуацию, что, например, я продал почку, ну, там, не свою, допустим, просто продал почку и хочу поставить эти деньги на какую-то команду на этом турнире, в Кёльне, вот на какую команду мне поставить эти деньги, как ты думаешь? Вот, такой, реально, систем проведения и с такими командами, сейчас, знаешь, когда у Астралии спатов, ликвид подъем, но, опять же, знаешь, с точки профессионального зрения, вообще, если смотреть, то ликвид сейчас побеждают за счет реально Аима хорошего, и, знаешь, Аима это такая вещь, которая на одном турнире может как бы у тебя жестко лететь, там, у тебя может быть везение нереальное, а потом, как бы, ты потихонечку сдуваешься, так что сейчас, вот, явного фаворита на этом турнире нет и может выиграть, знаешь, команд 8 этот турнир, вот даже так, реально, там могут все показать себя, там, да, энцы, то есть, абсолютно какого-то лидера нет, 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 никого фаворита нет, ну, можно так выделить самых трех сильных, да, о которых все говорят, это Астралис, Ликвид, Энца, но, опять же, я так не считаю, вот, действительно. Где в этом списке Тави, я что-то не понимаю? ну, по-другому люди, это комьюнити, понимая, да, там, что новый игрок, там, все будет у них там плохо вначале, им нужно прииграться, ну, как бы, это мнение каждого, понимаешь, Астралис, Ликвид, ну, скажем, это команда, которая была год в топе, один, да, и их никто не мог свернуть, и команда, которая сейчас свергла их, и именно поэтому их так немножко хайпит, что они сейчас жесткие все, но они действительно хорошо играют, но, опять же, на этом турнире, я думаю, тем более он перед мажором, никто не хочет особо, там, знаешь, показывать, все хотят набирать форму сейчас, и, думаю, будет интересно турнир, вот, именно со стороны зрелищности. Да, ну, турнир собрал лучше, то есть лучше, по сути. Вот твой переход, и я как раз хотел эту тему затронуть, твой переход называют самым дорогим в истории российского киберспорта. Вот расскажи нам, простым людям, нашим зрителям, каково это, вот, купаться в золотой ванне, полной алмазов. Ну, я с этого перехода ничего не получил, так что, это все, конечно, на словах, там, что это крупный переход, это действительно так, при том, что, что, Ваня Эдвард, да, пошел вместо меня Винстрайк. Это там, ну, считается, что действительно, там, самый крупный трансфер среди СНГ, но мне от этого, как бы, не легче, вообще, не тяжелее, да, то есть я пришел в команду, у меня цель именно, там, тренироваться в команду, выиграть чемпионат мира, мне не интересуется, сколько меня купили, и так далее. Главное, чтобы это... Ты не покупаешь Бентли, там, налево и направо, да, ты не покупаешь себе машины, дорогие сумки, там, нет, я сейчас скажу, этот айфон, и купил его, там, буквально три месяца назад, а так я деньги коплю, либо, там, помогаю родителям. Это очень правильно. Скажи, пожалуйста, почему твой трансфер не отложили до конца мейджора, как ты думаешь? Ну, видимо, ну, это скорее вопрос, знаешь, к ребятам другим, потому что... Ну, как ты думаешь? Видимо, ну, у них, видимо, проблемы уже, да, слишком личностные такие были, что они уже не могли, вот, играть такой командой, понимаешь, что от одного человека очень тоже многое зависит от 20% команды, да, если одним человеком недоволен там кто-то, да, это уже выпадает, это уже не команда, знаешь, ты уже калитка лица. Да уже раскол, да? Да, расход. Ну, и ребята, видимо, устали, при этом они проиграли ESL Pro League, я смотрел, не прошли в Монтелье. Переживал, да? но я смотрел, я понимал, что вообще изначально я знал, что одно интересуется Na'Vi, но я не хотел бросать именно команду WinStrike перед минором закрытыми квалификациями, да, и очень хотелось доиграть именно сезон от этих мажоров, да, за ребят, чтобы не бросать их в тяжелую ситуацию. И мне сказали, что меня могут взять в Na'Vi, да, но еще точной формации не было. Я при этом, то есть, как будто ничего не случилось, там продолжал реально тренироваться в WinStrike, у меня была мотивация, да, но каждый раз, когда заканчивалась тренировка, я думал об этом, понятное дело. мысли, и мысли такие были, там, если Na'Vi будет хорошо выступать, возможно, все у них там получится, они еще до мажорчика там поиграют, да, но ребят, видимо, были реально уже серьезная проблема, да, и они решили сделать изменения, ну, то есть, меня поставили перед фактом, что, либо я перейду сейчас, либо уже неизвестно, потому что возьмут другого игрока, а когда ко мне обратятся, может быть, и не обратятся вообще. Ну, и я решил воспользоваться шансом, потому что, я думаю, что 90% уважающих себя игроков, они поступили именно так, или 95% даже. Ну, да, я тоже так считаю, потому что шансов, не получка, не аванс, и нужно пользоваться, особенно таким переходом в крутой клуб. В Counter Strike Na'Vi игроков, если берут, то надолго, ты заметил этот факт? Вот, например, тот же Zews, 9 лет, да, уже, игрок Na'Vi, вот, тебя не пугает тот факт, что тебе, возможно, придется связать себя с клубом, такими, знаешь, узами брака, скажем так, очень надолго, и пока Rishaple не разлучит вас? Нет, но если все будет, знаешь, отлично, и с моей стороны, и со стороны клуба, то, конечно, вообще, я не люблю переходить в другие организации, в том плане, что это сильно бьет по моей морали, у меня, знаешь, депрессия, то есть, я сижу, реально переживаю, что я там, ухожу из одной организации в другую, и чем меньше я буду менять, тем больше у меня нервных клеток остается живых. Это именно то, что хотел услышать сейчас хозяин клуба, наверняка. Ну, мне очень нравится эта организация, и в первую очередь это зависит от них, и если я буду показывать хорошие результаты, то я буду всегда рад играть здесь столько, сколько нужно будет. Что этот клуб тебе может дать такого, чего не дадут другие? Потому что, ну, неужели у тебя не было предложений из других регионов вообще? В мире много кто интересуется игроками? Нет, из других регионов у меня не было предложений, только там в одну тир-три команды, но мне это было неинтересно. Были предложения еще из СНГ, то есть, ту же команду Гамбит, то есть, там пытался состав собраться, там, старый, да, чемпионский, который с Зевсом был, да, но, так как у меня было Na'Vi, я реально там разрывался на две стороны, пытался как-то им сказать, что, ну, может быть, может быть, как-то тянул время. Ну, смотри, в команде Na'Vi есть лучший игрок мира, есть лучший капитан с отличной репутацией, да, есть Денис Электроник, который там нереально раздает, он топ-4, есть мой друг хороший, с которым я общаюсь уже более двух лет, это Егор Флейми, да, с Мишей Кейном я особо не был знаком, но общались там, приходилось на турниры, да, и также Женя Юджин, вот, в принципе, ребята там какой-то фидбэк обо мне знают, и, честно, моя цель просто посещать больше лан турниров, и с этой командой это реально возможно, потому что у них много инвайтов, у нас много инвайтов, у нас много турниров, которые там даже сейчас, вот мы Кёльн летим, потом у нас будет там Бласт Москва, Мажор, то есть уже, знаешь, немного другой уровень, не как там вот в других командах, там от Мажора до Мажора, знаешь, как Flipside, там бывшие, вот, и для меня это, в принципе, я решил для себя, что если я перейду куда, то только Na'Vi, вот, то есть ты хочешь увидеть больше плакатов, бумы, ну, да, вот этого, это просто больше посещать турниров, и знаешь, я уверен, что лан турниры именно дают вот буст к твоим игровым знаниям, скиллу, и ты будешь закрепить, лан турниры, это собственно и есть, как бы, ну, финиш, это последний лан турнир, не, ну, можно использовать лан турниры, как тренировку к следующему турниру, понимаешь, ага, и так расти, 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 ну, да, конечно, а вот ты сказал, что у вас в команде есть лучший игрок мира, это ты, Мишу, да, 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 конечно, и вот как раз интересный вопрос, кто для тебя является топ-5 лучшими игроками в CSGO вообще, ну, то есть за все время, кого бы ты назвал топ-5 лучшим, ну, это точно Forrest, GitRite, это Dupree для меня, честно, потому что я очень люблю этого игрока, я понимаю, что это, возможно, список там не такой, да, крутых личностей, но именно вот, мне очень нравится, это твои топ-5, да, мой топ-5, это точно Dupree, Forrest и Fair, вот трое игроков, при этом там Саша Симпл, и пятого, надо подумать насчет пятого, ну, точно, я так понимаю, не Сэп, да? Мы должны сейчас перейти по поводу твоего трансфера к теме, которая, ну, естественно, не может пройти без слез, просто зайти в эту комнату, которую вот подпирают слезы, скажем так, это как раз тема Эдварда, ты заменил человека в составе, с которого ты брал пример когда-то, да, который тебе очень нравился, и вот сейчас ты его заменяешь, а он на твоем месте виндстрайк, вот тебе, как ты думаешь, вот Эд не обиделся, и не сверкнет ли там в ночи лезвие ятагана в твою сторону? Да нет, Ваня на самом деле очень добрый человек, и вот вышло там интервью, когда он сказал, что он все понимал, да, и мне кажется, он был максимально откровенен, и он реально все понимает, и что так должно было произойти, возможно, потому что ему опять же виднее было, как прошли это там последний год или полгода, реально какие у них были проблемы, так что я думаю, что обиды он не держит, у меня не было никакой цели там, да, там превзойти своего кумира, там сесть за него место, так получилось, само собой, то есть у меня просто цель, действительно там, быть лучшей командой мира, у меня нет цели быть лучшим игроком, потому что мне этого не хочется, да, я хочу запомниться там своими фишками, возможно там плакатами, чтобы быть весенкой на публику, при этом там выигрывать турниры и быть лучшей командой мира, все, это мои цели, и я буду к ним идти, несмотря ни на что. Ну в принципе это нормально, это жизнь, это, такие истории есть послеместно, когда маленький Неймар смотрит на каких-то там футболистов, а потом сам становится топ игроком, мне кажется, это нормально. Да, это движет на самом деле многих людей, потом, когда опять же мне сейчас много людей пишут, я так замотивирован, ты только там играешь несколько лет, а ты уже в Na'Vi, вместо легендарного Эдварда все пишут, ну, это реально мотивирует людей, когда ты что-то добиваешься за маленький срок, да, или опять же там, то есть я начинал, опять же, люди другие играют очень много, и они не добиваются результата, да, многие говорят, что мне там где-то повезло, многие говорят, что ты станешь топ один мир, если так быстро попал в Na'Vi, но я об этом вообще не думаю, для меня вот, знаешь, комьюнити, что говорят, разговаривают со мной, и игра, и действительно моя команда, это две разные вещи, я разделяю. То есть тебе не задевают никакие комментарии? Да нет, нет, на самом деле, там, знаешь, понятное дело, что хейт будет всегда, его будет много, но опять же, есть и многие хорошие комментарии, которые люди оставляют, и приятно почитать, а над хейтом, знаешь, даже хочется иногда поугарать, там пишут, ну, реально, хочется поугарать. Какая у тебя роль сейчас в команде? Потому что символ говорит, что ты второй снайпер, это так? Ну, я на самом деле разрываю место второго снайпера с Егором, потому что он его тренировал, и на многих ланах там показывал, что реально может попадать жестко, то есть я помню, там игры против авангардной, то есть я была там, на каких-то ланах, бурен там вообще эйсы делал, ну, мне просто иногда, знаешь, вот реально огромное желание сейчас взять АОП, потому что я чувствую, как бы эту игру, передвигаясь по карте, а вообще по позициям, то есть я опорник, пункта за защиту, а за атаку я энтри-фрагер в преимуществе, там я первый всегда выхожу, то есть и меня там пытаются... Ты свободный фрагер ходишь? Ну да, то есть я делаю свободу в команде, и в принципе мне нравится, то есть моя задача там выйти первым, дать пространство команде, чтобы она зашла, и попытаться сделать там максимум убийства, то есть если ты вышел первым, скажем так, убил двоих и умер, и дал команде выйти, ты уже сделал в свой максимум. Ну, то есть ты должен быть в плюсе все время, то есть ролин-три-фрагер она такая, знаешь, вряд ли у тебя там будет рейтинг 2, и ты будешь там топ-игроком, но как бы все должны это понимать, профессионалы, а то, что там люди будут писать про статистику, мне честно безразлично. Главное, чтобы мы побеждали. Ну да. Если мы побеждаем, что мы делаем все правильно. Первый буткемп у нами, он уже прошел, и как все прошло, как вот, что ты чувствуешь? Ты чувствуешь себя полноценной, как бы, частью команды, вот у тебя... Да, на самом деле за вообще, за то время, что прошло, уже почувствовал себя, знаешь, полноценным членом, чувствую, что выливаюсь к ребятам уже, и вообще даже вне игры, там, то есть там, с кем-то там потусить в комнате, пообщаться, уже знаешь, одни темы есть, обо чем поговорить. Вообще, когда приехал на буткемп, только увидел всех ребят, там, да, в комнате, и вот тогда... Они все были в одной комнате? Ну, в том плане, в игровой комнате, в практике. А я понял. Я думаю, что проехали, что ли там делают в одной комнате? Не, таким не занимаемся. Ладно. Пришел я в одну комнату, вообще, вижу всех ребят, знаешь, когда вот увидел их вживую, они в онлайне, тренируешься, знаешь, некая уверенность опять же появилась, вот, то есть, вот я среди крутых игроков, сейчас вот нужно доказывать, да, тренироваться, и как бы вот это реально мотивирует меня, то есть, я когда увиделся с ними вживую, это совсем другое, как не в онлайне, знаешь, реально, а так трансфер произошел, я такой сижу с ребятами в TeamSpeak, там, вроде их голоса, вроде их никнейм, и заходишь на сервер, там, всех убиваешь, там, да, с тобой реально Симпл играет, а приезжаешь на буткемп, совсем другое дело, знаешь, тут люди более открытые, и ты понимаешь, кто какой человек, кому иметь какой подход, и так далее, то есть, в первую очередь, коммуникация, и мораль команды, это очень важно. То есть, ребята тебя приняли очень хорошо, открыто, не было какого-то посвящения, может быть, не знаю, в Нави, оно было, но история умалкивает. А, я понял, я понял, то есть, что-то было связано, точно не с религией, да? Слушай, вот ты как-то в интервью говорил, что ты выиграешь первым, и мажор, да? То есть, ты сразу, как бы, сделал такое громкое заявление. Вот нацелиться на победу в первом же мажоре после решавла, это вообще, ну, как-то, не слишком амбициозно звучит. Ладно, рассказываю полную историю. Я очень люблю комьюнити, разговаривать с людьми, шутить и байтить. И именно это был байт. А, это байт? В текстовом интервью я сказал, что я не буду делать громких заявлений, и через три дня буквально выходит видео, где я говорю, мы выиграем следующий мажор, да? И у всех с этого сгорело, много было мемов, и на самом деле байт удался, знаешь. Но на самом деле хочется так думать, что ты выиграешь мажор, потому что ребята проиграли уже огромное количество финалов, и я вижу, что они достойны этого. Просто нужна, знаешь, верная кондиция, то есть форма именно команды. Вот, чтобы каждый был уверен в друг друге, каждый попадал индивидуально. у нас были тренировки, дисциплина, коммуникация и мораль. Все, тогда, когда это все сложится, да, ты готов выигрывать чемпионат мира, а там как пойдет, опять же, потому что чемпионат мира, это, знаешь, там, много андердогов, очень выстреливает, опять же, взять, там, наш мажор, когда мы киби файер топ-8 прошли, на следующем фейс-фейс-мажоре, там, комплексити американцы вышли, тоже там в топ-8, и все это непредсказуемо. Да, потому что наше внимание, оно сосредоточено в основном, на какой-то на Европе, на, а потом вдруг выстреливают азиатские какие-то команды, ну, то есть те за кем ты не можешь наблюдать. Да, на последнем мажоре, опять же, минор плейн я играл, там, где третьи места минора всех, да, там играли Норс, Вичи, это азиаты, Энви, это были американцы, где Керриган играет, который еще с Моуспортс, и мы, и у нас была первая игра с Энви, а у Вичи с Норс, да, и мы думаем такие, ну, Энви вроде слабый соперник, мы их должны выиграть, мы подготовили, мы, когда проиграли минор, заняли третье место, организаторы купили нам билеты домой, и обратные билеты через два дня, и знаешь, это выбивает из клеи, я очень простил свою организацию, ребят, пожалуйста, давайте оставимся на буткемпе здесь в Польше, поживем, неделю потренируемся, и выиграем этот турнир, только так мы сможем выиграть турнир. Многие говорили, что они устали, что они хотят отдохнуть, там, слетать домой, но я настоял на своем, и дождался поддержки стороны, там, организации, со стороны некоторых игроков, мы действительно остались на буткемпе, подготовили карты к тому турниру, выиграли первую игру, и мы смотрим, а там Вичи выиграли Норс. Я думаю, ну ладно, неожиданно, Best of 1 матч, были азиаты, а Норс тогда, ну, очень в хорошей форме были, и многие считали, что они выйдут, опять же, европейский минор, третье место, это очень тоже почетное место, потому что, если сейчас посмотреть, даже там, на закрытой квалификации, на минор Европы, там можно вообще офигеть, как будто это реально лан-турнир какой-то популярный играется, вот, и Вичи тогда обыграли, это реально, вот знаешь, магия мажора какая-то, а потом они с ними встретились еще раз в Best of 3, их Вичи опять 2-0 выиграли. Да, они выиграли их два раза на этом турнире, то есть, вот тебе и андердоги. Да, они проиграли нам, по-моему, 16-14, или на допах 19-17 Вичи. Ну, было сложно, да. Да, было на самом деле тяжело, мы два оверпасса тогда сыграли, мы его именно готовили вот целую неделю именно эту карту, потому что на миноре СНГ нами воспользовались, все брали эту карту, она действительно оказалась плохо подготовлена, мы под ней наработали, знаешь, уже такой Керрига на Росфанчике подходит, такой говорит, типа, я не хочу черкать, парни, давайте пойдем покурим, мы все знаем, что будет ДАС-2, и я ему через 2 секунды говорю, Бан ДАС-2, и он такой смотрит на меня, говорит, так, это интересно, такого я не предполагал, и мы подготовили оверпасс, сыграли с ними, выиграли их 16-4, там, вышли на мажор, было весело на самом деле, вот тут, скажем так, правило, которое добавило минор среди третьих мест, очень интересно, при том, что, знаешь, это заслуженно, потому что на фейс-мажоре мы отлетели 0-3, именно с этого мажора добавили правило, что команды, которые улетают 0-3, они как бы вообще выходят на миноры, и, знаешь, вот первый раз это правило добавляется, минор третье место, я выхожу на этот турнир, и с этого турнира по данному мажор, знаешь, я такой, справедливость, выстр... Ладно, утро, утро, выстр... Вот здесь вот как раз и произошла остановка, да, речи, вот видишь, как справедливость, прям вот чуть сердце не остановилось. Справедливость во мне. Да, справедливость все торжествовало. Ты не так давно в одном интервью обещал, что съешь астралис. Скажи, пожалуйста, ты сделаешь это до матча или после? Во время. По одному. По одному, молодец. Ну, кто будет больше убивать, тот первый будет, знаешь, кто в Алтабе там будет последним. Ну, а Зоник так на закусочку. Хотя Зоник, Зоник может и мою команду съесть, он тоже не маленький парень. Ну, тем более, ты говоришь, у вас в команде лучший игрок мира есть, а сейчас, я надеюсь, добавился еще один лучший игрок мира. Я думаю, у вас все шансы. Ну, раз такое у тебя отношение к команде Астралис, я бы хотел сейчас с тобой поиграть такую небольшую игру, она называется Underrated, Overrated. Недооценен, переоценен. Я тебе сейчас буду показывать фотографии, на которых ты увидишь предметы или какие-то каких-то людей, личностей. И интересно твое мнение, это недооцененный предмет или человек или переоцененный? Видишь, все вот так. Вот так вот все. 12 фотографий? Всего лишь. Итак, я сейчас делаю крупнее, так вот, на весь экран. Вот команда Астралис. Как ты думаешь, она недооценена или переоценена? Конечно же, недооценена, потому что это команда, которая продержалась год в мировом рейтинге топ-1, и они проделали огромную работу, и очень важная вещь это стабильность, да, и мало команд вообще стабильно играют, выступают и находятся в мировом рейтинге. И они этого добились, и при том, что даже если сейчас у них все будет плохо, и они там не станут упадеть в мир и снова, скатятся, скажем так, немного, да, то это нормально, потому что ты устаешь, понятное дело, когда ты очень много работаешь и держишься в топе, знаешь, уже, может быть, и у ребят мотивация не-то, оно им виднее, но это недооцененный точно, ребята. То есть, это недооцененен? Да. Хорошо, а Liquid? Я даже не знаю. Ты посмотри, какая-то большая тарелка, ты хотел такую тарелку? Тарелку, ну да, можно оттуда бы, знаешь, раман какой-нибудь. Да. Ну вот Liquid недооценены или переоценены? Ну для меня они на самом деле переоценены, потому что если опять же сравнивать их со стра, лиз, да, то поем дело, что тут индивидуально хорошие игроки собраны, и у них там появился тренер вот буквально там возможно, ну он не больше полгода, а Дрен. И знаешь, я смотрел, как меняется их игра с приходом тренера, я видел, что они начали более структурированно играть вместе, а вообще они последние турниры, я смотрю, играют очень много от индивидуального скилла, все их раунды, то есть, они много вытаскивают именно на индивидуал. Не на командную работают? Ну не то, что не на командную, они пытаются что-то сделать вместе, знаешь, но все равно вот что-то в этом месте один человек и если сравнивать с Астралис, то их игра намного рандомнее, потому что в одном турнире у тебя опять же полетит, в другом нет, а Астралис именно делали крутую структуру, использовали очень красивые гранаты и, знаешь, там не было никакого жесткого аима ни у кого, понятное дело, что там все хорошо стреляют, но именно там никто не отличался вот так жестко. То есть, это переоцененная команда, которая работает чисто на индивидуальном скилле? Это сильное заявление, переоцененное, но скорее, если сравнивать с Астралис, опять же, то, что они переоценены немножко, да. Зачем мы здесь, если не для сильных заявлений? Время покажет, на самом деле, сейчас они топ-1 мира и посмотрим, что будет дальнейшем. Хорошо, а Энс? Это недооцененные, потому что ребята действительно там собрали, знаешь, они презентовали там своих игроков по одному Аллу, это так, организация, скажем так, возродилась, собрали реально там молодых, перспективных, у них там Сергея, мы там 16 лет, по-моему, и они реально начали работать очень много и выстрелили на мажоре, все думали, что это там просто так, они там до финала дошли с Астралис, а до этого они обыгрывали очень хорошие коллективы и я, конечно, очень рад за них, но хочется с ними, опять же, поиграть, отомстить, я как уже говорил, за тот мажор. Ну хорошо, тогда они недооценены. Джонка? Мало поработал с тем недели, но за эту неделю могу сказать, что недооцененный, потому что за неделю я очень много новых вещей узнал, этот человек следит за метой, много делает для команды, знаешь, там в телеграммчике мне скидывает раунды, какие можно сделать, какие гранаты там покидать, ну то есть, вот знаешь, максимально комфортно для тебя делать все. Он смотрит демки, общается, поддерживает мораль, то есть, всегда старается, чтобы его команда выкладывалась на сто процентов на праках, да, чтобы тренироваться к турниру. Так что он недооцененный, но я не успел с темного поработать, но КС такая вещь, что все что угодно может быть и разные люди могут с друг другом еще поработать, так что, возможно, мы ищем еще поработать. Джонка у нас недооценен. Хорошо, тогда идем дальше. Vertigo. Да пересцененная карта это точно не компенситив карта, ее невозможно играть просто. Почему? Боишься упасть? Нет, ну, знаешь, реально, вот ты смотришь на все остальные карты на эту и немножко уже смешно, знаешь, как будто, короче, то, что эта карта сейчас находится в соревновательном режиме, это на самом деле смешно и хочется плакать одновременно, потому что, знаешь, это добавляет какого-то шоу, потому что это карта, где ты можешь встретиться через пять секунд после фристайма с соперником, да, там побежать просто на мидл и постреляться, но карта очень маленькая и на ней будет команды много отобщения там брать раундов, то есть тут клатчи, можно разыгрывать дикие, но... А как тебе добавление туда вообще такой функции, как взять и упасть в яму? непосредственно? Ну, вообще, это, как бы, не превращается ли это в аркаду в Марио какой-то, знаешь, ну, это опять же для шоу, знаешь, там, если на чемпионате мира кто-то разобьется в важном раунде, это же будет такой, да, весь зал будет кричать, просто смеяться, ровноться, а игрок будет сидеть такой думать, ну, что я сделал, ну, так что, это переоцененная карта, нагроможденная, достаточно, как ты говоришь, быстрая, если нужно. Идем дальше, АУК. С старым обновлением это было недооцененное, а вот теперь, когда новое обновление вышло, это переоцененное, потому что в последнем апдейте пофиксили скорострельность и точность, на самом деле точность там не особо повлияла, я посмотрел, то есть стреляет он так же точно, но именно скорострельность это убило АУК, скажем так, АУК сейчас реально, я вот смотрел последний турнир, который из СОПРО лиги, там реально все играли с АУКами, со старыми, на старом обновлении, сейчас мы там играли праки и уже знаешь, реально АУКи редко видишь, а если видишь, то раньше на те позиции, на которые ты выходил, у тебя без шансов убивали, сейчас уже такого нет, ты чувствуешь, что у тебя там стрельбана равных, и ты можешь перестрелять, и АУК сейчас реально убили, так что сейчас это переоцененное, но до обновления это было недооцененное, вот сейчас единственное, что недооцененное это СГ, это за атаку такой же типа АУК, вот он очень сильный и много его кто недооценивает, но я написал в своем твиттере, что сейчас АУК пофиксили, пройдет мажор, пофиксит СГ, либо перед мажором, либо после мажора, потому что им будут все пользоваться, я уверен, и чаще, чем АУКом даже. такая красивая 3D-модель, видишь, а ты ее назвал переоцененной, а ребята старались, 3D-моделеры, ну хорошо, Navi Esports Camp. Недооцененная, потому что, наверное, еще никто такого не делал проекта, который подразумевает с собой много влогов, общение с игроками, наличие именно такого лагеря, знаешь, где 10 людей, которые должны отобраться, показать, что они лучшие, это просто новшество, да, именно поэтому это недооцененное, то есть люди не до конца, как и я, да, тоже не понимают, что люди вложили, чтобы это сделать, да, опять же, где ребята там живут, в каком доме тренируются, сколько людей было подключено, чтобы все это сделать. Я считаю, что это очень круто, и знаю там многих игроков, которые вообще, скажем так, находятся на этом буткемпе, съездил к ним, пообщался, на самом деле, это, я считаю, что это очень крутой проект, и интересно следить, что будет в будущем с ним. Хорошо, медийка, как ты думаешь, недооценена или переоценена? Медийка, знаешь, это то, что я люблю, но это то, чем я не умею заниматься, да, то есть, я могу там выкинуть фоточку в инстаграме, да ладно, не умею заниматься, это самый медийный игрок у нас, на примере, это все, идея Зевса, который мне интересно там сделать, там, да, вот эти всякие видосики, понятно, что там, я такой медийный человек, реально там, многие говорят, что там много интервью, да, и всегда вообще даже в команде, если что-то нужно сделать, там, спеть песню, как в инстрики, там, записать интервьюшку, там, что-нибудь, что-нибудь, это всегда я был, вот, мне это нравится, мне это по кайфу, знаешь, некоторых это напрягает, есть игроки, которые вообще пытаются уйти от этого, знаешь, медиа, но именно вот как развивать соцсети свои, там, поддерживать, скажем так, онлайн, я не умею, но думаю, что это недооцененное, да, то есть, лично для тебя, да, соцсети, это, конечно, круто, потому что это, опять же, общение с людьми, популярность, даже в дальнейшем это может, там, приносить какой-то доход, там, да, пользоваться рекламой, много возможностей, о которых я еще даже сам не знаю. Да, это еще пока для тебя открытое поле, да, которое ты только изучаешь. то есть, это нужно постепенно развивать, я сейчас очень молодой, 20 лет, и, как бы, стараюсь их подхватить, ну, здесь тебе поможет. Ну, да, здесь поможет, но, в первую очередь, для меня игра, это, как бы, на втором плане, но это тоже интересно для меня. Хорошо. Решафлы, как ты думаешь, недооценены или переоценены? Вообще, здесь ни одно, ни другое не подходит, скорее, но, скорее, недооценены, потому что, опять же, многие говорят, зачем кого-то поменяли, там, все было хорошо, он хорошо играл последний турнир, но люди не видят внутренне, знаешь, что происходит именно внутри команд, да, они понимают, из-за чего команда проигрывает, или, допустим, почему она не тренируется, никто этого не знает, что происходит внутри, знаешь, это солянка среди команд, много изменений были, и они реально помогали, давали буст командам, но некоторые изменения, конечно, делают, что команда начинала играть хуже, и, знаешь, это часто-часо приходится, то есть, может быть, по-разному, но, то, что... Ну, то есть, решафлы на своем месте, да? Ну, да, это норма, на самом деле, то есть, опять же, люди, многие устают от друг друга, и просто хотят поменять команду, кто-то считает, что, там, из-за него проигрывают, опять же, это все нормально, решафлы, это окей. Конечно, мы не могли тронуть эту книгу, книга вопреки, Зевса, Данила, Тисленко, ну, ты читаешь ее, мы знаем. Да, я считаю, смотри, именно если ты увлекаешься киберспортом, да, и тебе это интересно, то это, наверное, недооцененное, потому что здесь, знаешь, рассказывается вся жизнь, реально киберспортсмена, от начала и до конца, да, и при этом, там, ну, есть страница, где, скажем так, о своем детстве, какой-то человек и так далее, то есть, это, честно скажу, это моя первая книга, которую я читаю в принципе, я прочитал около, да, 140 или 150 страниц. Как же ты учился в школе? Ну, нет, в школе, ну, это я не считаюсь за полноценные, знаешь, книги, понятное дело, что там литература, это все окей, с этим проблем не было, но именно, знаешь, такую книжку, сам, так решил почитать, это такое в первый раз, я, могу сказать, что намного даст людям, которые вообще интересуются, ну, знаешь, кто вообще не погружен в киберспорт, и что такое киберспорт был тогда и сейчас, это, скажем так, раскроет многим глаза, молодым игрокам, вообще, полезно почитать, и объясню, почему я читаю, потому что в этой книге Даня написал все о себе, знаешь, и прочитав эту книгу, возможно, я пойму, какой он человек, да, вот максимально, знаешь, открыто, благодаря книге, и буду находить с ним общий язык еще лучше, то есть, у нас сейчас все хорошо, понятное дело, но вот благодаря ей я пойму, ты коварный, ты изучаешь, да, изучаю, изнутри, да, лидеры изнутри, просто, и интересно это почитать, потому что, знаешь, зная по себе, какие там бывают всякие истории, из-за гулы там на ланах, да, у него тоже в этой книге присутствует, там китайский загул, там, да, там есть глава китайский загул, я пытаюсь, это твоя любимая глава, да? Нет, я ее еще не читал, но я слышал там, что там в Китае есть игра в кости, там кто проигрывает, тот выпивает, я в такую игру тоже на ВСГе успел поиграть, так что, это интересная книга, и, знаешь, разным людям она по-разному поможет, кому-то откроют глаза, что такое киберспорт, кому-то узнать, какой человек Даня Зевс, а кому-то просто интересно реально почитать про киберспорт, но в целом недооценено, потому что многие считают, что ты просто знаешь, за хайпельная книга, которую там просто написал Даня, но на самом деле, тут очень много можно для себя найти нового. Хороший, кстати, бургер. Ладно, на самом деле, ладно, если по-серьезному, то это, наверное, переоцененная вещь, потому что очень много. это переоцененная вещь, мы ее выбрасываем. Я попрошу своих знакомых гномов, чтобы они выбрались. Все, давай, неси. Хорошо, перейдем дальше. Можешь выпить воды, если хочешь. Диеты переоценены или недооценены? Только правда, только честно. Недооценены, наверное, потому что есть огромное количество вообще различных, да, диет, которые я слышал. Там есть, знаешь, на воде, на обычный кто-то там только вареное мясо ест. Все по-разному. Я, честно, там немного пробовал диету. Сейчас вот там, скажем так, мне заказывают еду там Андрей Блэйд или Женя Юджин, они мне помогают. И иногда там я, я на самом деле, вот сейчас не придерживаюсь именно какой-то, знаешь, строго диеты, но я вот последние дни пытаюсь просто иногда не есть вообще. Я понимаю, что это местами плохо, там, да, нужно питаться просто правильно, но я вот принял для себя решение, что я просто, в принципе, там, знаешь, готов один раз там пообедать какой-нибудь отварной курицей с овощами, там, да, и на ужин, то есть, в принципе, просто пропустить. Хожу там на каждый завтрак, пытаюсь там съесть кашу, попить водички и все. Так что диета, я думаю, это нормальная вещь. Диета это нормальная вещь, да? Огромное количество различных. Ну, тебе не кажется, что благодаря диетам это, ну, это все, что мы хотели спросить у тебя в рубрике Underrated, Overrated, но я еще хотел по поводу диеты тебя спросить, не кажется ли тебе, что диеты и там, например, потеря большого веса для тебя скажется на твоем образе? Ведь твой образ бумыча вот такой, и людям ты нравишься именно вот таким. Не потеряет ли от этого твой образ? Ну, знаешь, я понимаю, что там, возможно, несколько процентов фанатов, мои фанаты, потому что я там большой и позитивный, но, знаешь, я думаю, огромная часть останется моими фанатами, потому что, опять же, я им был, и я как бы не поменяюсь от этого, да, какой я человек, то есть я, опять же, социально буду со всеми общаться, я думаю, это не будет проблемой. Ну, то есть, все-таки ты надеешься, что люди тебя любят за скилл? Ну, не за свое опрошение, за то, какое есть, а открытый, добрый, и, возможно, кому-то нравится, как я играю. Ну, что ж, бумыч, я хотел бы перейти к третьей нашей теме, которую я хотел бы обсудить, это личное, то есть, тебя как человека. Вот, первое, что хотелось бы тебя спросить, это, ты не боишься травм в киберспорте? Безусловно, травма в киберспорте, это, на самом деле, минус карьера почти, если это будет что-то серьезное, да, то есть, потому что, если ты не будешь играть в течение полугода, а если уже и года, то реально может мета уйти, и знаешь, ты можешь не успеть за ней. Я, на самом деле, насчет этого не переживаю, опять же, живу там одним днем, и не хотелось бы получать травмы, стараюсь там лишний раз где-то не рисковать, такой, веду образ жизни, знаешь, ну, просто... Ну, вот ты сейчас занялся еще тем более как бы фитнесом? Ну, фитнес, да, но это, знаешь, опять же, все в пределах нормы пытаюсь сделать, то есть, чтобы это было максимально безопасно, то есть, не рискуя, опять же, нигде там, да, все хорошо, надеюсь, будет, и травма для киберспорта, конечно, это такая тема серьезная. Вот мне всегда было интересно, вот если ты киберспортсмен и травмируешь указательный палец, каким образом можно продолжать играть? Ведь это самая важная часть. Ну, нет, вообще каждый палец, знаешь, когда ты чувствуешь вот все пальцы, какие пальцы ты стреляешь вообще в лица? это понятное дело, да, но на самом деле не знаю, честно, потому что не испытывал этих чувств, но, и не хочу испытывать, значит, не хочу испытывать. пальцы куда не положено, лесу и пальцы куда не положено, так что не знаю, какие ощущения, но думаю, это неприятно. А у тебя много друзей вот в реалайфе? Да нет, не особо много, но так, ну, может, человек там 10 есть, с которыми я могу встретиться где-то там в Москве, пообщаться куда-то, съездить там, а сейчас, вот после перехода в Нави, ты по миру ездишь, обрастаешь новыми друзьями, или теряешь старт? Я пытаюсь оставаться собой, и то, что там я перехожу в другие организации, это никак там не влияет на то, с кем-то я буду общаться или прекращу общаться, да, и друзья остаются друзьями, да, с кем реально хочется повисеть, там, поговорить о жизни, потому что их не так много, но они есть, да, и с ними всегда интересно провести время, опять же. Тебе приходится для этого летать в Москву? Ну, я живу в Москве, то есть, это сейчас буткемп в Киеве, да, но на время буткемпа, могу там и не пообщаться с друзьями, это ничего страшного, то есть, у тебя есть команда, да, опять же, сейчас у меня проходит, одновременно там, буткемп прошел, и знакомство, с командой, и много еще впереди, ланы, буткемпы, опять же, там, да, и будет интересно, а так, чтобы именно... А твои друзья тебе не завидуют? Ну, может быть, ты не знаешь, как бывает, вот есть друзья, которые там устроились куда-то на работу в офисном сотруднике, кофе делают? Не могу знать за них, но там, я думаю, что они душой рады, потому что там, многие начинали там, да, скажем так, путь, моей киберспортивной вообще карьера, и видели, как я рос в них там, на глазах, знаешь, там, кто-то меня брал на ланы, там, да, я им говорил, спасибо огромное, что там привезли, а сейчас там, там, я нахожусь там, где я нахожусь, в Na'Vi, спустя там, три года, да, там, ребята, некоторые ушли, там, кто-то в другие отрасли, у кого-то не получилось, да. То есть, по сути, все твои друзья, они связаны с киберспортом, так или иначе? Ну, да, то есть, у меня таких именно там, друзей, знаешь, со школы нет, потому что я там переезжал в другие районы, и, то есть, все мои даже друзья близкие, с которыми общаюсь, это, знаешь, начало было общение в интернете, а потом как бы встретились, и все хорошие там, ребята. А у тебя есть девушка? Нет, девушки у меня нет. Скажи, пожалуйста, а у тебя были предложения о партнерстве каком-нибудь рекламном? Да, было, по-моему, в инстаграме писала забавная там, энергетик, по-моему, есть порошок энергетический имба. Вот. Обратим внимание, что такое энергичное, или все это предназначение? еще, возможно, там, было одно такое предложение, на личном, так как оно сейчас, возможно, еще будет, не могу об этом сказать, но могу сказать, что это крупная компания и спонсор некоторых команд. Вот. надеюсь, что это возможно получится, то есть, у меня там нет никакой цели, но если они захотят, то я буду не против. Если это МММ, беги. Нет. Они могут рассказать, что они спонсоры всяких команд. Ты лицом какого бренда вообще планируешь стать? Вы бы хоть хотел бы даже, вот хотел бы, какой бренд представлять? Я смотрю на эту улыбку и готов назвать. Ну, я бы мог порофлить и сказать, что бы мог открыть там, не знаю, суши от Кирюши, но на самом деле никаких планов там, кем бы лицом, кого бы я хотел стать, но честно, это опять же популярность и соцсети, медийка, да, и опять же, для меня это второй план. В первую очередь, я игрок, я тренируюсь с командой и побеждаю на турнирах. Мы же уже с тобой определили, что как бы для тебя действительно тоже важно все-таки это Андрей, как медийка. Ты хочешь научиться быть более медийным? Я буду, наверное, делать выборы, когда предложение именно само поступит, да, и уже обдумывать, то есть, опять же... А сейчас пока ты так не можешь, да? Ну, пока так нет, то есть, пока все начинается, развивается, опять же, слишком рано что-то делать организациям, которые там или компаниям, которые хотят со мной сотрудничество. Возможно, они хотят посмотреть, как я выступлю, закреплю себе там в составе, чтобы там, ну, делать рекламу, скажем так, либо вообще сотрудничать со мной. Так что пока есть намеки на предложения, но самих именно конкретных предложений уже там, типа, давай подписывайся. Договоров каких-то еще пока нет. Да, такого нет, но могут быть интересны всякие вещи, посмотрим, это все в будущем ожидает, я думаю. Ну, мы тоже ждем с нетерпением. Скажи, вот нас много смотрит еще и не киберспортсменов, не профессиональных игроков, людей, может быть, даже с казуальным навыком игры. Вот, что ты посоветуешь начинающему киберспортсмену? Честно, могу рассказать свой путь, и многие спрашивают, как там стать киберспортсменом, как попасть в команду, но, знаешь, все так думают, что какой-то есть секрет какой-то, знаешь, да, он навес не каяц, но секрета нет на самом деле. нет никакого секрета. Люди должны ставить себе цель, да, и идти к ней, несмотря ни на что. То есть, понятное дело, что я жертвовал очень много временем, да, учебой, и я там плохо учился местами из-за того, что я много играл, и даже могу там рассказать кратко свою историю, вообще, как я попал в свою первую команду, то есть, я закончил 11 классов, сдал отличный ЭГЭ, и был вариант пойти в институт, да, как и все, как бы, нормальные там люди, да, продолжать обучение. Но так как я хотел играть и понимал, что если играть профессионально и придется разъезжать на бэткемпы и по разным сторонам на турниры, то это сложно совместить. А учиться там на заочке, знаешь, это, ну, там, платить деньги там преподавателям, чтобы, типа, там, тебя отмечали, это не очень. То есть, в первую очередь, если идти в институт, то учиться и получать знания. Так что я себя дал год и нашел колледж для обучения всего 10 месяцев, и то есть, ну, относительно так, ходил туда 50 на 50 и играл. И за этот год там съездил на московский лан, показал себя, и меня позвали в команду ЕПГ. Вот. Так что, это реально желание поставить цель и просто много трудиться. Реально нет никакого секрета. Главное найти себя в этом, понять, что ты можешь этого достичь и просто идти к цели и не опускать руки самое главное. Потому что на своем пути было очень много трудностей и были времена, когда ты думал, что выше ты не сможешь просто прыгнуть, да? Это вот предел все, да? Да, вот предел. И это, понятно, это нормально для человека думать про себя, там, знаешь, плохое, что ты чего-то не можешь. Это, ну, показывает, наверное, твою неуверенность, но я пытался с этим как бы жить и просто работать, несмотря ни на что, и верить, что труд окупится и все будет отлично. И главное, себя грамотно зарекламировать и отлично играть просто все и много тренироваться. Прекрасно. То есть, мы можем только пожелать начинающим киберспортсменам постоянно трудиться. Да, настойчивости просто, терпения и желания. Мы знаем, что под твоими видео очень часто публикуют сейчас комментарии, и они все совершенно разные. Люди там упражняются, знаешь, в каком-то остроумии. Нам бы хотелось с тобой обсудить эти комментарии, несколько из них. Итак, ты готов? Да. Давай посмотрим на эти комментарии. Бумыч, через месяц я съел астралис. Вот такой комментарий оставил Яре и Яре. Ну, возможно, он из будущего, и знаешь, уже у него через месяц прошел ЕСЛ Кёльн, и мы выиграли у них в финале. Да, это человек из будущего. Мы его сразу опознали по его аватаре. Алекс Блэк. Да, Бумыч, это как три Эдварда. Выгодно. Интересно, ну ладно, два, но я бы, ну три, это уже, это даже обидно для меня, слушай. Вот, мы нашли. Ну, раз три Эдварда, это реально выгодно. Три Эдварда в команде, ты что, это три Пистол Кинга просто. Ты все пистолетки выиграешь всегда. Ну да, у вас получается в команде ну сколько это, семь человек? Семь человек, по сути. Еще и тренер. Нейри Сайз написала, ведь год назад он краснел, когда вязал орал Бумыч Бумыч, а сегодня он в Нави. Грация с братом. Ну, это скорее про дело, потому что действительно там, я словил некий кайф, когда на первом мажоре, там, мы вышли в четверг финал, это было нереальные эмоции, сделали плакаты, и люди кричали Бумыч, мы там еще играли в шоу-матч с комментаторами, аналитиками, и за это время много чего произошло, там, собралась новая команда, я побывал капитаном, некий опыт появился у меня, да, и жизнь интересна вообще была, вот за это время. Я хочу обратить внимание на то, что, вот, например, Бумыч через месяц села срасть в полторы тысячи лайков, да, Бумыч, это три Эдварда, два лайка, а здесь почему-то ни одного лайка. Что такое? Всем нравится, когда я кайфу-то ем. Да, 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 но это сразу собираются очень много лайков. Теперь, Бумыч, ты познаешь всю глубину ямы. Двусмысленно, двусмысленно. Вот так ты это прокомментируешь, да? Двусмысленно, двусмысленно. Ну, ты понял, о чем речь, да? Да, непосредственно понял. Юра Басаров, спасибо тебе за этот комментарий, Майнов написал, если Бумычу заказать Биг Мак, то выиграет два мажора. Если бы был так все просто, я бы уже баки был. Какой-то непонятный ник, я не знаю, иероглиф, и теперь, когда у Нави есть Бумыч, фраза Нави-Дави приобретает новый смысл. Это забавно. 340 лайков. Ну, Дави, Ну, или, знаешь, Нави-Сожри, вот так был. Вот теперь вот так, да, можно переименовать. И Олег, Олег Герасимчук пишет, того, кто наберет наименьшее количество голосов, отдадут на съедение Бумычу, и так каждую неделю, пока не останется финальная пятерка. Будет и шоу, и ужин для Бумыча. Это про Нави-Кемп? Да, это вот такое предложение, реалити-шоу. Много уже кто там шутил, знаешь, когда Симпл сфоткался с ребятами, они говорят, блин, зачем вы Симпл перевели, это же типа обед для Бумыча. Он, ну, то есть, то есть, Герасимчук не нов в этой теме, да? Ну, да, уже были мемчики, что, знаешь, там, как и будут отбирать, там, знаешь, и такой типа фоточка, где Бумыч такой улыбается, такой, знаешь, по калориям, то есть, как бы выбираешь игроков себе в команду. Андрей, вы только представьте, сколько рекламы можно навешать на майку Бумыча, я раскусил план Нави. Вот сколько рекламы, отлично. Много рекламы. Да. Я об этом думал, да, реально майка большая, некоторые мерили мою майку, знаешь, кому-то, как платье, кто-то в эту майку может и втроем лезть. То есть, кто-то в команде любит носить платье. Ага. Нет, ну, это я... Секреты раскрыты. Нет, платье никто не любит. Зен, ну, в общем, не важно, он пишет, у Бумыча футболка, как моё одеяло. Это правда. Это правда, да, она реально как одеяло. Ты знаешь этого человека и знаешь, какое у него одеяло, это моя мечта, ты знаешь, это моя мечта, получить футболку от Бумыча. И вот как раз то, что мы с тобой обсуждали, Владимир Адаевский пишет, Бумыч, я не буду делать громкие заявления, привык доказывать всё делом. Олзо Бумыч, мы выиграем мажор. Байт сработал? Байт сработал. 121 лайк, 7 ответов, Байт сработал. Люди на это повелись. Великолепно. Я считаю, что наш подкаст сегодня с тобой удался. И закончить этот подкаст я бы хотел с тобой на такой ноте. У нас есть, видишь, наш соведущий куст. Почему мы называемся подкуст, собственно. Суть в чём? У нас каждый предыдущий гость оставляет вопрос для следующего гостя. Так как ты у нас первый гость, вопрос мы заготовили для начала сами. Тебе. Вот этот вопрос. Ты должен на него ответить в конце нашей программы. Из-под куста мы достаем этот вопрос и хотим услышать от тебя на него ответ. что может заставить тебя плакать? Могу так сказать, каким бы я добрым не был и говорил, что много вещей могу пропустить и разделяю там комьюнити, и у меня там фразы прожирного не обидно, но даже реально я могу пересмотреть один фильм десять раз и десять раз заплакать на одном и том же моменте. То есть я такой человек, которого, знаешь, даже может одно слово обидеть, неправильно сказанное, неправильной обстановке, неправильным тоном. То есть я достаточно обидчивый человек, но при этом, знаешь, эмоции, это тоже такое, человека характеризует тоже, какой он. Я добрый и ранимый, могу так сказать, и можно заставить плакать что угодно. Ну, дай бог, чтобы такие люди было большинство, добрые и ранимые. Я сейчас предлагаю тебе, бумач, так как ты добрый, ранимый, взять в руки карандаш, только не поранятся, ты у нас ранимый человек. Смотри, у нас есть такой же конверт, и у нас есть листик с карандашом. Мы еще не знаем, кто у нас будет в следующем госте, поэтому твой вопрос будет для него полным сюрпризом. Но это наверняка будет какой-то человек, связанный с киберспортом. Поэтому мы не хотим, чтобы ты озвучивал этот вопрос, чтобы он был сюрпризом в конце следующего подкаста, поэтому напиши, пожалуйста, свой вопрос в следующем. Это может быть любой вопрос, да? Это может быть абсолютно любой вопрос. Отлично, тогда это будет в тему. Давай. Это будет жесткий вопрос, так как здесь написано, надо посмотреть, чтобы сделать так же красиво. сверху листика. Почерк прям там будет использовать тот же. От Непали-Непали, тут гномы-гномы. Уйдите. Интересно, кто будет следующим? Да, я уже сам с нетерпением жду. Кто же наш следующий гость? Посмеемся над этим вопросом в следующий раз вместе. Да, это круто, конечно. Это вопрос будет веселый. Он, знаешь, ответ будет состоять из одного слова. Я надеюсь, нематерного. Ну что ж. Но, так как это вопрос от меня, это будет забавно. Вот он, вопрос от Бумыча, и мы его кладем под куст. Мистер Куст. Мистер Куст. Мы будем назвать его Мистер Куст, а тебя, мистер Бумыч. Я рад, что ты пришел. Я действительно восхищаюсь твоим талантом. И не только игровым. Твоим талантом вести себя, твоим талантом держать себя, твоим талантом быть всегда жизнерадостным. Поэтому я бы хотел в конце передачи вот так вот на такой тихой, спокойной ноте подарить тебе небольшой сюрприз. Это рюкзак от компании WePlay Forge of Masters. Это турнир который, я видел, я видел этот турнир в Киеве. Проходил это рюкзак, в который ты как раз сможешь сложить все бургеры, которые ты захочешь и повезти их в Кёльн так, чтобы команда не узнала. Возможно, ты даже поместишь в этот рюкзак и Эдварда. Если он захочет. Нет, Эдвард будет в другом рюкзаке. Он будет в сумке, как у кенгуру. Хорошо, спасибо. Это был Бумыч, Кирилл Михайлов. Новое приобретение Мави. Великолепный человек, самоироничный, добрый. И с вами был я, Пряник, на нашем подкасте Подкуст. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте нам все с этими колокольчиками. Мы ждем вас новых зрителей, а Кириллу я даю большую питью. Спасибо за все.